всем привет привет сегодня мы сейчас дожить и выключу я буду готовить сегодня дома вчера я делала вам видео в этом самом на участках ездим сегодня буду печь питу по-гречески пирог данный по-гречески пита вот этого теста с это сама со шпинатом и сыром и буду делать мяско барашка и вот с таким вот такими макарошками покажу его на руки вот такие макарошки есть у нас называется ведь они как рисинки но это макароны такие они называются здесь монестра томатный сок чесночок лучок порежешь из туда я вспомню уже варится в кастрюльке готовы вон там сейчас я буду закладывать вот эту вот штучку туда начали за заложим лучевых чесночок потом майданом и дано это петрушечка и вот это вот и томат вообще вкусно классно вкусного греки вообще обожают это блюдо сейчас начну все резать и хотелось с вами поболтать и ставлю вчера были на участках скажите каждый день сегодня не едем на участке отдыхает вчера устали свой сам вымотались сыр вот такой вот у меня анфотеру здесь называется да я уже делала обзор на этот сыр мне нравится он он как наш творог но он более более такой как сказать плотность у него более больше и больше вкуснее мне нравится не знаю почему чем наш русский творог заменить творог конечно можно этим сыром очень вкусно вот так вот видите какой более плотный такой более такой вот у него консенсация спан спан спина там я купил муж на рынке я уже его почистила помыла его час выкладывать буду туда еще надо будет добавить в этот пирог надо будет добавить если у вас нет здесь называется трахана если у вас нет траханы добавить чуть-чуть каши манной чтоб сок от шпината впитывался ну вот если не занимаюсь домашними делами и на меня смотрит мультики шоколад у него весь вот здесь вот так спаски так остался он не ест а покажу сейчас я купила вчера давайте покажу вот такой колье я положу на стол вот такой колье знаете сколько стоит смеяться будете скажите блин 2 евро на рынке увидела она без этикетки безо всего там еще были коричневые но я купилась и черное вот такое вот смотрите как классном камышки здесь такие вот такой вот я люблю такое красивенькое что-то точка летненькая но черненькая но не было вот ни белого ничего такого не бежево были какие-то коричневые коричневый мне не понравилось совершенно он черно очень красиво выглядит вот такое вот 2 евро я себе купила так что вот такие дела и купили мы с мужем вилки ложки некуда то все вилки ложки маленькие исчезли мы купили с динусу вилочки ложечки тоже 50 центов на на рыночке вот такие вот по 50 центов это день купил себе мороженое кушать а эти вот такие вот я купил ложечки сейчас еще вам покажу мы все отсчитываю ложечки но отчитываюсь перед вами по полной программе такая такая блин и вот такие вот вилочки и еще вилочки купил себе с двумя как называется с двумя этими самыми зубчиками вот такие вот две штучки он себе купил и две штучки вот таких ложечки купил вот вот эти вилочки ложечки тоже на рынке мы купили 50 центов стоит хорошие я не знаю нормальные пойдут нам дома вот такой был но уже наверное увидели он стоит 1 евро кажется 50 50 центов или 60 центов где-то вот так вот кажется так не помню но этикетку отодрала и вот сейчас буду готовить здесь ну все вот ставлю как я вчера сейчас пойдемте покажу вам что у меня здесь делается у нас градусов и покажу вам сколько у нас там градусов сколько у нас градусов у нас 20 градусов здесь показывают тенечки на солнце вот сейчас аж выставила аж прямо печет сразу солнце жарко вчера работали я вчера вся такая грязная приехала сегодня показаться вам себе жарко солнце печет тент не отпустила пущу потом когда солнца будет много потому что солнце еще сюда не дошло вот вот такие дела ну ладно дождите я поставлю вам с деревьев падает такая штучка белая пока целый день работали у меня полотенце было на плечах пока целый день работали я вытиралась вытиралась и и волосы получились как сосульки это такая белая штука кто мои видео смотрит что в оливке все облеплены белой штукой вот эта штучка падала и вот так вот когда стираешь волосы получается как сосульки она такая липкая гадина такая вот приехали вчера выкупалась и вот думаю заснять вам что-нибудь еще что еще больше ничего не купила больше ничего нету потому что никуда не ходила ничего не делала компьютер не работает программы нету защитной от вирусов постоянно включаешь постоянно врубается постоянно не работает пишет и зайдет вирус зайдет то зайдет под пятое-десятое и приходится понесколько раз включать и выключать видео и писать комментарии тоже так же не могу исчезли некоторые функции компьютера мастер не звонили на той неделе не мог прийти вот звонили на этой неделе опять не может прийти может быть завтра суббот воскресенье может все таки сделает мне две недели я сижу без компьютера вы наверное заметили да у меня какие-то английскими буквами какие-то что-то написано вот так вот носит всех люблю всех целую всем привет привет занимаюсь занимашими делами у меня сковарится надо открыть мне скорее тут сам вытяжку запотел даже шкаф ладно давайте как мясо сварю так выключится у меня вытяжка и я вам снова я с вами снова поболтать у меня руки трясутся мне сегодня вайс научил работать топором купил за один евро на рынке топор и вот эту вот штучку и сейчас вот обрубаем деревья ну-ка неси сюда играть засниму тебя как ты у меня топориком научилась работать называется дайте женщине топор в руки останетесь лысым пума пама накси режим это дедраке я их ума на уста я почистили уже много деревьев сейчас пойдемте покажем вайс на все почистили уже многие деревья сегодня работа у нас было здесь все деревья чистые уже на раньше были мы со стороны чистили все вот ну вот так что сейчас посмотрим на эту дерево и мы вам покажу как надо топориками работать так все еще дерево короче дело к ночи хочется остаться лысым дайте людский топор называется ой не могу дотянуться до верхушки ну ладно все мучились усталшие да видите пострелим и деревья видите все валяется здесь вайс уже все эту площадь просчистили раньше я сегодня чистили в самом начале там деревья у нас было 5 или 6 6 рядов где-то не почищена моих прочистили все вот не нашла вам деревца чтобы в полную силу показать как я научилась работать топориком вайс идет с этой самой как она называется то цапа здесь по-грифу русски пока она тяпка да тяпкой идет видите все почищенные деревьица ну чуть-чуть есть такие что все чистенько видите как травка покошена все этот участок мы обработали завтра мы пойдем на другой ночь кончать уже тут надо участок тоже вот так что будем ждать урожая где-то в сентябре если дрова не вырастет за лето большая будем снова траву косить сентябре в октябре и уже перед сбором оливок вот так вот только будем приезжать сюда поливать я думаю вот как и почистили видите на ней нет много оливок но мы ее почистили хорошо она не была такая уставшая все ловались покосил травку всю на баю додека фариза мы хау энер голе я нашла деревца видите какое всегда всегда он говорит потихоньку потихоньку я потихоньку мужики не машет ром так сильно потом говорит остались головы не тоже Вот так, так что, девчонки, берите топор в руки и защищаться от мужиков, постригать их. Вот так вот, вот так вот Люда работает, работник сельского хозяйства, с топором и с косом, с косой, с топором. Всем пока-пока, да? И до новых встреч на моем канале, на нашем канале. Ай! В пирог я еще буду рожить трахана. Сейчас сходила-сходила, купила в магазин, здесь 2,60 она стоит, к моей соседке говорю, буду делать пирог. Вот эта трахана, это такая вещь, но здесь, видите, не написано, из чего оно сделано, но и сделано из молока, это точно. Здесь написано, здесь даже есть рецепт, ого, сходи, переворачивайся, как приготовляется это все. Вот, вкусно, его, эту штучку варишь, когда все детки здесь растут на этой штучке, как у нас на каше, мама, здесь на этой штучке растут детки, в Греции кормят их. Это вот такая вещь, знаю, что из молока и из чего-то еще, но очень вкусно. Варишь его на молоке и потом, уже когда готово, добавляешь туда сыр фета. Обалденно вкусно, обалденно классно. Кто приедет, попробуйте, сварите, не так уж и дорого, заберете с собой, потом вы будете в России, в Украине, где куда вы поедете, где в Германии, во Франции, где будете жить. Варить вот эту вот штучку надо совсем по чуть-чуть. Этот пакет вам очень-очень надолго хватит. Очень вкусный такой, знаете, чисто греческий продукт, чисто греческая, продусяко называется здесь, чисто греческая вещь. Вот, и я вот эту штучку добавлю, наверное, вот такую жменьку добавлю в пирог. Эта вещь, она впитывать будет сок от этого, от шпината, чтобы пирог не развалился. У меня соседка говорит, я не добавляю трахану, я добавляю, называется траханаз, видите, траханаз. Я, говорит, добавляю рис. Вы можете в этот же пирог добавить рис, чтобы вот рис чуть-чуть отварить, чтобы до полуготовности ложить, чтобы он тоже впитывал сок вот этого шпината. И будет очень вкусный пирог. Мой, я сейчас сюда положу, вытащила сыр, вот я размягчила еще, у меня еще остался. Вот, так что мяско мое варится. Ой, фуф, надо открывать быстрее, чтобы вытягивало воздух. Ну все, давайте я буду заниматься, потом я уже вам в готовом виде покажу все, что это получается. Если кому-то интересно, я покажу потом, как делается пирог, пишите. Все, вот такое тесто, я уже вам показывала его, вот оно. Вот так, тапсак противень с маслечком. И вот такая начиночка с супчиком, не супчиком, а сварилось там все мяско. И будем теперь делать пирог, все давайте до готовности. Потом покажу его готовым. Здесь сыр, шпинат порезанный и траханас. Масло сюда не ложу, потому что заливается каждый слой маслечком оливковым. И потом сверху молочком. И режется пирог обязательно, это тесто надо резать вот так вот на кубики. Все, все до готовности, потом покажу все, что мне. Вот Вась мне принес нашу питу, наш пирог. Вот она, видите, какая получилась. Ай, горяченькая. Здесь я сделала себе дзяджики греческой, да, шкорда. Но я сюда положила не огурец, как раньше, а положила сюда салат. Листья салата покрошила. Вот такой получился. У меня тоже вкуснятина. Здесь чесночок, йогурт густой и салат. Здесь у меня пита моя получилась вкусненькая, мягенькая. Вот, вот такие дела. Потом я вам покажу, что у меня получилось с маленькими макарошками. Вот видите, он получился, макарошки получились как резинки. Вот так вот у меня получилось мяско, барашки, барашки, да. И вот такой вот у меня получился с томатными помидорками, порезанными мелко-мелко. Лучок, чесночок. Посолите, поперчите, как хотите. И вот макаронки, видите, они как резинки. Но это не резинки, это макаронки. Вот так вот у меня получился пирог. Два кусочка я положила. Вот такой вот Сыр Чего надо, Парус? С тобой, бабушка, фунтальгарема Аня, кстати Давай Мы, короче, с Динусом уже спускаемся вниз Я пошла Мы сегодня будем сейчас рассаживать цветочки, как я и вам обещала Как я и говорила И вот, сейчас идет волос уже переодевается Тоже внизу поработаем Как говорится Мампочка что-то грязная Что-то ее побелка на нее упала Ой Вот, ладно, все Пошлите Вот Меня спрашивала девочка одна про двери Про дома И про какие-то эти самые перила Я не знаю, про какие перила Она мне спрашивает Перила у нас вот такие Только до нашего на верхнем этаже не было И вот эти трубы просто для красоты Мой муж сделал Сам вот это вот все сваривал Все делал До самого низа До подвала До самого Взял все, да? Пошли, одевай тапки другие Одевай эти самые На папке ту, Григорий Когда спускаемся, мы держимся за них иногда Вот так вот Я не поняла, девочка меня спрашивала Не помню, кто За что И во ее вопросе Я не поняла Что за перила И вообще Что она имела в виду Про дома Одиннадцать игрушек Видите, целая куча И вот таких вот Ящиков еще целая куча Там вещи ваются с огорода Все, пошли Давай Пойдемте Все, девчонки, мальчишки Посадила я все Сейчас ваю землю все Это вымоет здесь Вон сколько маленьких У меня этих самых Рассадила Убрали отсюда большие кусты Вперед Ну туда, дальше в дом Посадила очень много Посадила белые Ну это самое, как она называется Так, господи Она гераль Рассадила цветочки На этой клумбе Все Сейчас у вас принесет Лекарства от жуков От таких От тлин называется И я все вот эти розы Побрызгаю У нас дожди Если поливать лекарства Не получится Молодец Вот Все У вас балуется с водичкой У нас уже вечереет У нас уже почти что 8.30 Все, мой день кончается Мой цветочек Сейчас И этот самый Была пыль на боре И все цветы у нас Какие-то коричнево-рыжие стали Все соседки сейчас Раздали цветочки некоторые Спросили все вот этих вот луковиц Уже в очередь стоят Когда летят Отцветут нам Уж рассаживать нам дашь Я говорю, ладно Потому что очень много У меня их Я их буду рассаживать Бабушка Тамара Не видите, какой подарок сделала Вот Все Сейчас Едя вся уйдет Несколько грязно У нас все хорошо Чистим Хорошо Тепло Я за За этого самого Ай Ксилу Да дададу еду на эту пару Вот Вот этот цветок белый Вот этот вот Пересадила тоже И в маленького горшка В большой Чтоб он рос Ну не знаю Вырастет нет Он очень такой Привередливый Которые купили на Празднике цветов Тоже посадили в горшки Вот Вон там Микручек угла Вот и все Путое в леса Микручек углу Ди Ага В ту Плинту Ты гинет У баба Плинет А в ли Плинет А в ли Да Дин Скажешь всем приветик И снова А ты Чур Ротку раскрыл Муха залетит А бимига Меса Ага 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 Муравьи Говорят Сделали дырки Говорят На асфальте Сделали дырки На асфальте Муравьи Хорошо день Вот Ну все наверное Давайте Сегодняшний день Заканчивается Ааа Сегодняшний день Заканчивается Сейчас мушки Мы будем И я И Динус У нас в этом месяце Выборы В Реции Местные власти Правления Вот Надо чтобы Все чистенько Красивенько Было Сейчас почистим Вась вымоет машину Чтобы чистая была Завтра поедем Опять работать Смотрю тебя Давай Что ты там делаешь Смотри меня Куда залез ты Фуазе Боюсь Говорит Боюсь Ладно Все Давай Все Пока Пока Вот еще Видите Они здесь какие Здесь чисто Красненькие Почти что Там видите С белым А здесь красный А там у меня Пушистый Расцветает Он такой большой Я вон Пересадила Вот эти Видите Которые купила Посадила Много пальмы Посадила Пускай вырастет Вот Ну все Вот эта пальма Что-то у меня сохнет Надо ее полить Срочно Вот такие дела Ладно Расцветает Расцветает Продолжение следует...